рассказывал в инстаграм такие слова многие люди после моего видео где говорил да я хочу записать видео и рассказать в этом видео каким образом можно там зарабатывать деньги через youtube какие программы необходимо скачать и как это делать так вот я хочу вам сегодня рассказать свою историю становления это было в 2010 году 2000 конце в начале 2011 года так вот 2010 году находясь в городе киеве я решил проходя курс химиотерапии я решил реализовать свою задачу о которой я всегда мечтал предыстория звучит так очень долгое время я занимался поиском эзотерическим мне очень нравилось как многим кстати в детстве вот я в детстве читал фантастику смотрел фантастические фильмы в очень раннем возрасте заинтересовался йогой занимался йогой 12 лет не ел никакой пищи мясной и там был причастен к йогическим разным направлениям когда вырос то появились какие-либо заинтересованности это были и восточные единоборства которые привели меня там в одну эзотерическое направление в школу будучи человеком коммуникабельным сумасшедшие просто памятью я начал работать с этими людьми как человек работающий на руководителя эзотерической школы в дальнейшем руководителя института в дальнейшем сам там начинал что-то делать коучинг и пробовал преподавать психологию и пробовал заниматься курсами какими-либо длилось это недолго почему не было у меня удовлетворения потому что постоянно создавая что-то было ощущение как будто я пользуюсь чем-то и у меня появилась идея рано или поздно создать что-то что смогло бы мне помочь это со временем сформировала у меня возможности появилась идея создать первую ступень школы кайлас на то время я уже выходил из состояния болезни то есть мне становилось каждым днем лучше я жил с девушкой определенной еще не хотел жениться как бы еще был у меня выбор такой встречи были не частыми и в это время у меня появилась идея у меня уже был бизнес существующий были отделы и были магазины и был готовый бизнес я в аренду сдавал и там куча все в общем финансово не могу сказать что мне было легко финансово я даже могу сказать что до этого лет пять до открытия эзотерической школы мне было хуже вернее лучше с финансами а когда решил открывать там не было хуже что меня заставляла и толкала мне хотелось чтобы люди которые меня будут слушать вместе со мной пройдут путь которые я себе наметил это было одной из задач одной из идей и в этот момент я решил этим всем заниматься четко для себя прописал в блокноте последовательность эзотерических моих учений взяв за основу за основу книгу которая называется институт эзотерический институт мюнхенский институт эзотерики которая мне очень понравилось взяв за основу идеи которые там были описаны я решил основываясь на этих идеях плюс свои какие-то наработки дать информацию после этого это был ноябрь 2010 года в ноябре 2010 года первого числа я по позвал всех своих знакомых и снял аудиторию за 100 долларов в институте на подоле в киеве пригласил туда в 6 часов вечера моих близких какая была моя идея я им говорил послушайте первый день о чем я вам хочу преподавать на протяжении следующей недели если вам понравится то вы можете заплатить мне за это и сразу цена была такая 100 долларов после этого люди слушали первый день и не приходили потом я находил новых людей приглашал их раздавал листовки брал знакомых телефоны и так далее и делал где это каждую неделю я делал это сделал это четыре раза в ноябре четыре раза в декабре четыре раза в январе четыре раза в феврале четыре раза в марте и получилось у меня приблизительно 20 раз в марте я пытался это сделать больше пяти или даже шести раз потому что у меня не было уже отношений мне хотелось куда-то потратить время каждая аренда стоила у меня 100 долларов каждый раз когда я проводил и говорил приходите ко мне только мне никто не приходил я давал телефон и мне никто не звонил на мой номер телефона мои речи как мне казались были убедительными они должны были нравиться и мне кажется люди должны были запросто пойти я даже думал приблизительно так почему к другим идут а ко мне не идут и начинал себя убеждать что я занялся чем-то плохим что тем чем я собираюсь заниматься очень много что это все полная глупость и так далее но было но она заключается вот в чем она заключается в том что в конце марта где-то 20 числа точно также я собрал аудиторию аудитория была меньше потому что по 100 долларов я платить уже не хотел аудитория была меньше там поместилась приблизительно 17 или 18 человек я провел семинар и сказал что те кто хочет завтра прийти и слушать весь семинар то приходите и заплатите мне сколько хотите и кто-то пришел заплатил мне 10 долларов кто-то 20 кто-то 30 кто-то 50 там же присутствовал парень который мне сказал слушай у меня есть помещение хочешь можешь проводить этот семинар и чтобы не платить в этом помещении и разрешил мне в этом помещении читать семинары так появилась первая группа в апреле месяце появилась вторая группа в марте месяце в мае месяце появилась третья группа и так далее и так очень медленно уже нельзя сказать первый доход от того что я читаю читал эзотерическую школу кайлас для людей имея группы проводя сангая и так далее я получил спустя первый доход в размере но приблизительно там 200 долларов я получил спустя приблизительно два года до два года из этих двух лет два года я работал на тем чтобы сделать сайт который никто не видел сделать фейсбук страницу которую куда никто не заходил никогда писал статьи которые никто не читал каждый день это занимало у меня два три часа работал с этими людьми принимал этих людей ездил к ним домой кто-то из них болел они стали моими друзьями по сей день мои друзья и вот так вот плавно я это все развивал к чему я это все говорю вы должны знать что человек который пробует что-либо начинать создавать он должен знать что быстро у него не получится так не бывает поэтому если вы собираетесь там youtube то вы должны знать или на открыть магазин который нет который не будет продавать или еще что-либо сделать вы должны знать вы должны каждый день четыре часа работать каждый день много снимать видео каждый день их постить там если вы там рыбой торгуете или креветками каждый день постите говорить о том что вот у меня новые поступления вот у меня новая креветка вот им выходить прямые трансляции так далее каждый день это делать и этому посвящать четыре часа у вас сайт вот смотрите как все устроено вы просто сейчас поймете я все время говорю ну нет у меня конкуренции объясню вам почему смотрите у меня в свое время появилась иди открыть социальную сеть в потоке она до сих пор есть она существует но пока еще я ее как бы не не влад не до вложил в нее деньги социальная сеть в потоке она должна конкурировать с другой социальной сетью facebook социальной сети facebook есть на сегодняшний день более чем полтора миллиарда сообщений которые написали люди которые пользуются социальной сетью чем больше сообщений в социальной сети тем более рейтинговая социальная сеть почему тик ток так быстро развился потому что там короткие видео они до 1 минуты люди начали постить эти видео и они очень быстро набрали такую же ссылочную массу и такое же количество видео по количеству как и youtube почему паша много вот вы открыли сайт допустим который называется эзотерика какой сайт по эзотерике на сегодняшний день более продвигаемый на котором вот если посмотреть есть там допустим кампион ру или аурион ру и там на этот сайт туда заходит каждый день там 10 30 90 150 тысяч человек и тут вопрос у меня больше статьи у меня интересный почему ко мне не заходят ответ заключается вот в чем дело в том что на том сайте которые есть там большое количество статей ссылочной массы люди между собой общаются есть форумы если посмотреть то там большое огромное количество информации которую туда вложили вы открываете допустим инстаграм страницу она называется там на продажа косметики вы должны знать что продажа косметики в вашем городе там продажа косметики город днепр и продажа косметики город днепр у вас вторая страничка вот там где продажа косметики город днепр там на этой страничке есть там 8000 постов которые они сделали на протяжении 5 лет и вы говорите я хочу продавать как они а вы знаете точно что они продают много так вот вы сможете быть таким же видимым для чего-либо для гугла для бинга для какой-либо социальности для самого же инстаграма после того когда у вас будет столько же постов сколько и у этих это будет вас видеть и он будет вас классифицировать как высоко релевантного конкурентного человека что делает допустим вы говорите я хочу в youtube и я хочу чтобы в ютубе меня смотрели что нужно сделать и вы хотите там самые интересные там делать музыку отлично возьмите сайт который вернее возьмите канал который делает точно так же музыку посмотрите сколько у него постов и окажется что у него у этого сайта вернее у этого канала постов больше чем там там 150 тысяч каждый день выходит 10 постов и так происходит на протяжении там 21 года вы можете с ним конкурировать сколько он зарабатывает там 200 300 тысяч долларов а вы можете столько зарабатывать вот напишите столько же и будете и человек говорит а как же тогда что же тогда делать отвечаю вы должны знать что когда человек начинает там продавать юбки или еще что-то лечу что он должен знать что он должен конкурировать со всеми остальными если вам придется конкурировать вы должны несколько лет хотя бы немного поднять себя и приблизиться к этому в этом основная сложность человек говорит я открыл сайт у меня ничего не продается и не должно дак а почему все же открыли вот у меня были люди они сколько работают они работают уже на протяжении там 20 лет и к ним люди идут и у них так много людей такой же открыл товар у меня лучше всем говорю у меня лучше на каждой странице написано лучше товар лучше товар отлично сколько у тебя статей но 10 ну что у них больше да у них больше у них больше и эти статьи у них там маленький есть форум кто-то постит кто-то переплощивает ссылочная масса и так далее и так далее они ведут давно там 20 лет уже ведут инстаграм страницу вот как допустим есть сайты вот почему почему допустим в амазон много людей заходит в амазоне чтобы вы понимали 1 миллион 800 тысяч постов прикиньте 1 миллион 800 тысяч постов если сегодня задамся целью и сделаю 1 миллион 800 тысяч постов у себя на сайте бады или сайте эзотерики я вас уверяю что круче меня в этом регионе в котором я нахожусь и может быть там во всех остальных регионов не будет будут там поисковые слова или нет главное чтобы h1 так был у меня там высоко релевантный какой-нибудь там купить бады и каждый будет на каждый h1 будет у меня купить бады купить бады купить бады после этого переплюнуть меня даже по рекламной ссылке будет невозможно потому что будет огромное количество постов но дело в том что это же вложение должны быть посты написаны это взять журналист или взять людей они должны писать они и вот знаете когда человек начинает сам чем-то заниматься он говорит да я все сделал я написал в g5 что-то положил там ничего там не у меня не получается попробовал сделать там рассылку человек заходит он не понимает что от вас что вы от него хотите у вас написано там труба пластмассовая самое лучшее и и что ему что не нужна труба возможно нужно но тогда нужно вписать по-другому сначала эмоции это не труба это полет в космос ого какие трубы еще бывают сейчас нужно купить трубу вам вы нашли то место где нужно купить прямо сейчас позвоните мне вот это сообщение можно уже продвигать а если там труба еще труба причем тут труба я хочу вам сказать вы готовы ко всему готовы преподавать эзотерику готовы что-то делать готовы и там чем-то заниматься но вы не готовы терпеть но вы не готовы над этим работать вы начинаете руки опускаете забываете вы люди обычно так устроены они решили потом говорят надо кого-то найти вот я знаю что если надо кого-то найти то ты не специалист тогда что нужно делать не нужно никого искать нужно становиться специалистом как ну слушайте сейчас вся информация как продавать как выбирать аудиторию где эта аудитория находится как создавать посты чтобы их смотрели и возможно через месяц бесконечной работы по полтора часа каждый день вам добавится там сто человек сто человек первый месяц еще 70 человек второй месяц еще там 50 человек третий месяц и это если вы ежедневно будете делать много постов youtube и кто где угодно как становятся блогерами знаменитыми много работают много постят много высказывают и что они делают делают свой вес в пространстве энерго информационном то есть они делают и делают и делают и делают и делают вот это и происходит поэтому теперь вы поняли что вам необходимо хотите в ю тубе зарабатывать ну конечно выберите социальную аудиторию выберите программу там канва где вы можете делать выберите выберите там в серпстате выберите аудиторию там с большим трафиком и маленькими маленькой конкуренции выберите тут аудитории вы будете первым в этом этому всему можно обучаться и ждите что ближайшие четыре года у вас не будет дохода возможно через год усиленной работы каждый день по 2-3 часа у вас появится уже своя персональная аудитория который будет обращать на вас внимание который будет вас видеть и слышать и так далее вот она вот так